дамы и господа добрый вечер я рад видеть вас пусть даже в виде иконок на экране без включенных камер даже так ваше присутствие все равно радостно вот и тем более радостно что я с удовольствием открывая уже восьмое если я правильно помню заседание нашего семинара сегодня идущие видите в виде вебинара вот все потому что наш сегодняшний докладчик лариса александровна жгилева доцент софу и что наверное более важно в данном случае случае именно сегодняшнего разговора начальник отдела научных изданий и руководитель редакции научных журналов софу а сегодня с нами будет говорить из Архангельска я правильно понимаю да лариса александровна вот и поэтому мы сегодня встречаемся не очно как последние недели а говорим онлайн на этом я собственно говоря прекращаю дозволенные речи и передаю слово ларисе александровне единственное что отвечу сразу на вопрос который прозвучал в чате запись уже ведется и после того как мы закончим разговаривать я буду обрабатывать записи все будет выложено на для начала доступ по ссылке а потом где-нибудь в районе нового года мы откроем доступ просто к всему плейлисту в совершенно в открытом доступе на канале центра фундаментальной социологии неувшебны вот все на этом я окончательно замолкаю лариса александровна день добрый или уже вечер возможно что у кого-то очень поздний вечер уважаемые слушатели я рада вас приветствовать зовут меня жгелева лариса александровна кандидат философских наук доцент кафедры философии социологии северно-арктического федерального университета из архангельска да действительно вот я на текущий момент являюсь руководителем редакции научных журналов университета и сегодня мы с вами будем говорить о профессионально ориентированном поиске информации пожалуйста просигнализируйте в чат видно ли мою презентацию видно если правильно понимаю отлично спасибо большое за то что вы собрались за тот интерес который вы проявили к данному вопросу ну вот еще добавлю что до руководства научными журналами больше 20 лет я проработал в научной библиотеке университета и занималась достаточно долгий период времени таким вопросом как информационная культура и формированием ее и каким-то образом вспоможением и публикационной активности исследователей тоже моя презентация достаточно объемная и я буду какие-то вещи пролистывать потому что когда я ориентировалась на для подготовки к сегодняшнему мероприятию я не совсем понимала то тут контингент аудитории с которой буду общаться потому что я знала что в этом методическом семинаре уважаемого александра владимировича участвуют и студенты бакалавры магистранты и вот сегодня я вижу и преподаватели и аспиранты подключились по этому презентацию а также перешли потом александру владимировичу и можно будет более подробно ознакомиться с рядом вопросами вопросов но вот вы видите здесь план лекции и сначала мы на несколько слов вот я скажу и мы поговорим вы увидите основные инструменты поиска информации в сети интернет что в любом случае даже если мы скажем аки гугл или алиса помоги то не всегда для профессионального поиска информации мы найдем те ресурсы которые нам необходимы второй второй сегмент мы обратимся к библиографической информации посмотрим возможности сервисы наукометрических баз скопусы лайбрари проговорим про виды информационных хабов электронные библиотеки ну и завершим стратегиях и методики работы с электронными базами данных и электронными библиотечными системами доступ которым предоставляет высшая школа экономики я все таки ориентировалась на библиотеку высшей школы экономики на те базы данных которыми которым дается доступ также презентация будет содержать алгоритм редактирования информации в личном профиле в лайбраре но это для тех кому данные сегменты данная инструкция потребуется но я бы хотела начать или сейчас именно с того что когда мы осуществляем профессиональный поиск информации то мы всегда конечно понимаем что это не будут какие-то очень краткие информационные сообщения и по умолчанию мы будем понимать под профессиональным информационным поиском это литература это возможно какие-то статистические данные то есть все то чему мы можем доверять потому что ну что греха таить интернет содержит достаточно большое количество информации которую мы не можем иной раз и верифицировать на соответствие не только нашему запросу но и соответствие всем формальным признакам ну не открою на америке сказав что все информационные ресурсы можно разделить условно на поисковые системы которые предоставляют различные данные когда выдается какой-то перечень документов что содержит искомая искомый поиск где можно найти по обычному слову да либо справочники например такой как яха где информации администрируется где она четко структурируется и в при распределяется в пределах различных отраслей знания главное о том о чем нам нельзя забывать это то что в интернете всегда содержится информация а различного уровня возможно это сознательно измененная информация возможно что мы не сможем правильно ее верифицировать и наша задача будет не только правильно сформулировать запрос но и оценить информацию на ее на то что она нам подходит она сможет нам не навредить вот здесь на слайде вы видите основные параметры проверки качества информационного ресурса но первое на что нужно обратить внимание на что обращают обычно внимание это дата создания этого ресурса и предположим если она нам по времени от нас отстает года на 3 на 4 на 5 это ну в принципе это нормально если мы не ищем совсем 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 очень современные вещи также при серьезном поиске можно сравнить несколько источников информации вот иногда студенты спрашивают меня можно ли стопроцентно доверять википедии я им в ответ на это рассказываю историю когда я готовилась к одному из занятий и смотрела по художникам авангарда информацию в википедии нашла ну там вот абсолютно такие вот для абсусы связанные с годами жизни деятельности художников когда были перепутаны название произведений то есть в принципе вот то что мы имеем тот материал что в википедии студопедии это может лишь нас адресовать и к достаточно более углубленному поиску но сто процентов на этом останавливаться я бы не рекомендовала потому что ну даже вот в тех правилах которые обычно университеты составляют для студентов для подготовки курсовых работ дипломных работы то такие ресурсы они уже не считаются полноценные информационные а могут лечь в ту или иную сторону направить дальнейший поиск немножечко у правила составления поискового запроса которые иногда просто по примеру моих студентов по крайней мере люди забывают делать хотя они могут им помочь например если мы пользуемся любым поисковиком то когда мы то или иное словосочетание не заключаем в кавычке необходимо помнить что система может предоставить нам результаты которые находятся на расстоянии около 40 слов ну и вот без словосочетаний на расстоянии более 40 слов вообще в принципе не осуществляется об этом стоит помнить и заключив словосочетание в кавычке или выделив отдельное слово мы всегда сможем найти более релевантную информацию собственно системы нам сейчас и помогают в этом также использование слова форм но вот здесь на слайде указала картина картиной приходит в голову немножечко другое другой пример когда слово фамилию переводят того или иного философа переводит различным образом вот керкегор например да когда и керкегар и керкегирта и каких только на вариации написания его фамилию мы не встретим ну или режиссер не на компонез таким же точно образом я с удивлением узнала что на русский язык ее переводится четыре или пять вариаций такого написания фамилии естественно что вот слово формы в данном случае нам помогут осуществить этот поиск также можно использовать знак плюсика ну или настроить временные про вернее временные настройки браузера подстроить под себя здесь на примере у вас как раз два скриншота с поисковика гугла когда требование методика написания статей я просто такой запрос делала по самым релевантным и самым спрашиваемым ресурсам и мы видим что здесь далеко не самая новая информация если же мы ограничим например в течение года то видим уже 2023 год те новые требования которые так или иначе имеют отношение к различным методикам ну здесь также воспользуюсь случаем напомню что вам что в 2021 году был опубликован гост статья в научно-рецензированном журнале также который вот только-только сейчас вошел в самые последние методики и требования к описаниям научных публикаций следующий сегмент который нас мог бы заинтересовать это библиографическая информация вот александр владимирович своих предыдущих мероприятиях и это были методические семинары и отличная лекция у александра владимировича есть о том как готовить курсовую дипломную работу как работать с литературой я тоже поделюсь немножечко своим собственным опытом когда я писал свою кандидатскую диссертацию она была защищена уже достаточно давно в 2004 году первое к чему я обратилась но еще учитывая мое базовое образование как историка это я вот погрузилась по локоть и глубже в библиографическую информацию для того чтобы просто понимать и как выглядит все информационное поле когда вы будете писать введение вашей работе естественно что там степень исследования темы она также присутствует и вот библиографическая информация во многом вам сможет помочь и хотя бы увидеть тот объем с которым вам дальнейшем придется работать естественно что вы не будете читать все на те издания которые так или иначе имеют отношение к вашей теме вы будете делить их на подходящие абсолютно релевантные какие-либо еще но на те метаданные которые содержат библиографические указатели и в том числе сейчас и электронные каталоги электронных библиотек думаю что смогут вас отправить в нужном направлении первое на что я хотела бы обратить внимание это то что в библиографических указателях вся информация она выстраивается по системе классификации и вообще используется две системы первая это десятичная классификация дьюи она наиболее характерна для научных сборных библиографических сборников информации и вот таким образом она выглядит если мы будем здесь искать философию то это единичка то есть порядок до 100 цифр то есть получается что в любом библиографическом каком-то справочнике или указателе философии она будет начинать основные тематические разделы вот если вас заинтересует кого-то более подробно захочется посмотреть как выглядят основные индексы действительно классификации дьюи она была немножечко подстроена под требования нашей страны она называется универсальная десятичная классификация и вот перейдя по ссылочке которые есть презентации вы сможете более более подробно не ознакомиться так и слышу эхо пожалуйста приглашите микрофончик а буду очень признательно спасибо на следующем слайде вот здесь вы видите как выглядит раздел философского знания переходя по разделам библиографического указателя вы всегда сможете найти непосредственно тот раздел который вас заинтересует но это в том случае если вы будете искать информацию целиком по какой-то большой теме потому что все библиографические указатели справочники они содержат также значительное количество указателей то есть если вы ищете по какому-то конкретному термину по фамилии того или иного исследователя или философа то всегда можно обратиться не только к нужному разделу но использовать справочник также есть библиотечно библиографическая классификация это целиком изобретение наш нашей страны и значительное количество научных библиотек сейчас переходят на эту самую классификацию в которой философию мы будем искать уже в ином разделе этот раздел он будет начинаться с восьмерочки то есть 87 раздел вот здесь как раз на слайдике пример куда можно также обращаться закономерный вопрос доступны ли библиографические указатели справочники в электронном виде да это все доступно и основной библиографический вот удар держит российской держала вернее до 2002 года российская книжная палата организация в которой который аккумулировал у себя всю информацию о том что где публикуется обязательно присваивалась соответствующий квалификационный номер и российская книжная палата с 20 с 2022 года эта функция перешла российской государственной библиотеке она ведет государственную библиографию и издает государственные библиографические указатели данные указатели в небольшом объеме они содержатся так прошу прощения перескочила данные указатели в небольшом объеме в печатном виде имеются в москве в библиотеке в центральной нашей российской государственной библиотеке и по необходимости ну вот областные библиотеки также приобретают в печатном виде эти указатели между тем данная информация также доступна и на сайте российской государственной библиотеки но вот обратите пожалуйста внимание что при переходе по гиперссылке вам будет предложена только демо версия ограниченный период библиографии ну вот в том примере который содержится этой презентации например период великой отечественной войны между тем если вы обратитесь заявочкой по электронной почте которая также здесь на слайде присутствует то можно получить доступ или просто прийти в одну из библиотек доступ которая приобрела доступ к всем библиографическим указателям российской книжной палаты и российской государственной библиотеки электронная версия указатели которые именуются книжной летописью выглядит вот таким образом если кто-то сейчас постарается прямо в ходе нашего семинара перейти на сайт rgb то я боюсь что он пока не увидит ничего потому что где-то вот со вчерашнего дня я начала тестировать гиперссылки они ясны пока для меня причине приостановлен демо доступ возможно просто что они переходят на новый движок сайта в любом случае можно всегда написать по электронной почте и запросить полный доступ к вот этим вот книжным летописям и как вы видели на слайде значительное количество библиографических пособий издается самая большая самая объемная 12-томная на раньше выходила в 24 томах это книжная летопись но также можно обратиться к летописям связанным с изоизданиями до сих пор как ни странно популярные лет на летописи которые включают информацию о защищенных диссертациях и автореферата хотя вся эта информация есть на сайте высшей дистанционной комиссии также летописи журнальных газетных статей ну потому что если мы все-таки говорим о необходимом источнике который нужен нам для будущего исследования то пожалуй что именно вот в этих библиографических материалах скорее всего будет та или иная отсылка к необходимой вам информации поверьте я на собственном опыте в этом убедилась и не единожды потому что еще со времен работы над первыми курсовиками мне приходилось считать корабли которые на вертях божениных были заложены этой информации действительно не было практически нигде чтобы у меня не было возможности съездить в санкт-петербург и приходилось списываться с адмиралтейством искать издания и библиографические справочники мне меня очень серьезно в этом отношении выручили но и даже для того чтобы понимать какие исследователи наиболее плодотворно и плодовито пишущие по той или иной теме которая вас заинтересовала также в этом вам поможет библиографическая информация следующий ресурс на который бы я хотела обратить ваше внимание это электронные электронные каталоги и электронная библиографическая информация которая предоставляется институтом научной информации по общественным наукам и не он ран но вот за единственным исключением то что пожар действительно который произошел уже некоторое время назад он значительно уменьшил тот объем информации который был у них до вот этой серьезной катастрофы коллеги очень активно стараются восстановить системы восстановить те данные которые предоставляются в открытом доступе и вот здесь на слайде вы видите адрес по которому вы сможете найти ссылочку на базы данных в том числе вы видите что здесь база данных по философии социологии она существует развивается с 1981 года и включает в себя значительное количество библиографических данных доступ вы можете пойти в качестве гостя можете зарегистрироваться получив читательский билет для тех кто проживает в москве это я полагаю не составит никакой проблемы и и поработав в том числе и с электронным каталогом с библиографическим каталогом вы сможете через сайт и не он заказать необходимую литературу если она есть в электронном виде также там существует электронная доставка документов через ну чаще всего бывает либо через личный кабинет пользователя либо через библиотеку организаций в которой это пользователь обучается или работает электронный каталог и не он он содержит и дезаурусы например вы можете по ключевым словам посмотреть различные варианты какая литература будет представлена в этом электронном каталоге либо просто воспользоваться поиском ну вот хотела бы обратить ваше внимание на небольшой казус который но к сожалению мы не застрахованы от различного рода проблем но вот михаил юрьевич опенков это профессор нашего университета философ занимающийся философией виртуальной реальности вот я посмотрела много ли его работы как раз зарегистрировано в каталогах и не он и выяснила любопытную деталь что такая досадная опечатка превратила михаила юрьевича в опенкову госпожу опенкову но вместе с тем это тот самый наш михаил юрьевич тоже обратите пожалуйста внимание что в электронных каталогах встречаются и такие не очень приятные ситуации вот так вот будут выглядеть записи электронного каталога часть ресурсов снабжена еще и обширными аннотациями и вы сможете по ней принять решение насколько необходим вам тот или иной ресурс следуем дальше это электронные каталоги различных библиотек потому что ну на самом деле вот трудно сказать где мы можем порою найти какой-то вот бриллиант действительно который может полностью вдруг и вообще изменить все наше исследование такие ситуации на моей памяти происходили и достаточно часто потому что фонды различных библиотек в том числе и библиотек региональных они тоже могут быть достаточно интересны вот как я уже сказала тот же и не он потерял значительное количество информации во время пожара в региональных например библиотек эти издания могли и остаться и учитывая то что вся сеть библиотек нашей страны она может общаться между собой и пересылать электронные копии документов то я думаю что в случае какого-то очень углубленного профессионального поиска не стоит наверное еще и обходить стороной электронной каталоги разных библиотек если мы будем осуществлять поиск в зарубежных библиотеках то обратите пожалуйста внимание что часто карточки не переводят то вернее информация из из книги из титульного листа она не переводится на английский язык а чаще всего она пишется транслитерации по правилам государственного стандарта который был составлен на основе зарубежных стандартов это вот стандарт 2014 года и мы видим как пишутся традиционные для славянских языков буквы в сочетании поэтому работая в каталог с каталогами зарубежных библиотек пожалуйста не забывайте что там может использоваться латиница и в случае транслитерира библиотека так честно я к своему стыду не воспроизведу правильное название этой библиотеки по моему это национальная библиотека для молодежи московская она на своем сайте сделал очень интересную подборку гиперссылок различных библиотек в том числе библиотек разных учебных заведений по всему миру но вот к сожалению сейчас после 2022 года ряд организаций закрывают доступ но я думаю что все мы знаем те возможности те то программное обеспечение через который с использованием которого мы все-таки сможем обратиться в ту или иную библиотечную сеть поэтому по ссылочке которая здесь вы видите у себя на слайде вы можете перейти к очень объемному списку вы видите что здесь есть ссылочки как на российские библиотеки всех уровней с федеральных и заканчивая региональными так и по алфавиту здесь вернусь к предыдущему слайду это библиотеки учебных заведений по всему миру я уверена просто практически на сто процентов что те слушатели которые сейчас участвуют в нашем вебинаре наверняка имеют карточку доступа и зарегистрированы в библиотеке высшей школы экономики обратите пожалуйста внимание на каталог печатных изданий библиотеки потому что часть изданий насколько мне известно по мониторингу каталогов она не имеет цифровой копии но не исключается в том что данные источники информации могут быть вам в будущем полезно но я думаю что вот александр владимирович не будет против такого примера вот данные работы вы видите что библиотека может предоставить доступ и к электронным копиям работ того или иного автора какие-то источники информации можно заказать под заказ через сайт библиотеки но для этого действительно нужно иметь читательский билет следующий сегмент на который я хотела бы обратить ваше внимание это скопус превью потому что опять таки события недавнего времени к сожалению нас почти что лишили возможности пользоваться системой web of science там только зарегистрированные авторы могут посмотреть собственные личные профили если есть публикации что касается эльзивира то они все таки какой-то сегмент информации нам предоставляют и на следующих слайдах я очень быстро пройдусь по ним потому что уверена практически на все сто процентов что с данной базой вы знакомы и единственный нюанс на который хотела бы обратить внимание это профессиональный поиск высоко цитируемых изданий потому что скопус он достаточно большое количество изданий индексирует вы видите что это 26 тысяч одних только журналов не считая книг и докладов конференций поэтому посмотрим как выбрать наиболее интересные вещи и вообще что сейчас нам может предоставить скопус в помощь опять таки профессиональному поиску во-первых это поиск по профилям авторов поиск осуществляется если у вас есть например вы знаете аркиты того или иного автора аркит можно посмотреть в научно-электронной библиотеке и лайбрари сейчас привязываются к профилям номера аркитов можно искать по нему тогда вам система вас выведет уже на конкретного специалиста возможно что вам необходимо посмотреть авторов из определенной организации главное не забудьте о том что поиск по скопусу несмотря на то что у них есть русифицированный интерфейс он осуществляется на латинице ну вот Андрей Александрович Тесля я думаю вам известный который и участвовал в методических семинарах и выступал с лекциями вот я позволила себе на его примере показать как работает скопус так поисковые элементы то есть при поиске по автору мы находим необходимого автора далее кликаем по той циферке с его статьями и получаем выход на профиль автора единственный нюанс то что скопус превью нам показывает лишь последние 10 публикаций автора но при этом указывает общее количество его работ график цитирования и так далее вот документы можно посмотреть где сколько было цитирований также что для меня например очень важно и для моих студентов мы периодически отслеживаем по разделу источники новую информацию информация например о новых журналах которые индексируются в скопусе либо для каких-то мероприятий мы ищем наиболее цитируемые издания здесь осуществляется поиск по отрасли знания или если вам известен источник тогда можно просто набрать его в поисковом элементе соответственно идет по умолчанию корзина метрикс самые высокие показатели журнала корзина метрик в отличии например от импакт фактора включает еще ряд позиций поэтому она по пяти основным показателям журнала формируется но также интересная информация она может содержаться в этих данных соответственно если есть необходимость выборки только журналов либо каких-то других изданий вы сможете усечение поисковых элементов произвести посмотреть принадлежность журнала к тому или иному квартиру ну и соответственно задать определенные позиции поиска ну вот самый цитируемый журнал как мы сейчас видим по скопусу с его показателями относится к первому квартиру но также по ряду показателей он имеет еще несколько позиций я извиняюсь заранее перед слушателями за то что очень быстро я перехожу от раздела к разделу и еще раз напоминаю что эта презентация будет доступна можно будет ее пересмотреть и воспользоваться теми гиперссылками которые в ней содержатся далее мы переходим к следующему разделу это электронные библиотеки и необходимо также для особенно студентов помнить разницу между просто какими-то подборками электронных документов и полноценной электронной библиотекой в сети интернет мы воспользуемся формулировкой из государственного стандарта и мы видим что существует четыре обязательных элемента электронных библиотек это наличие фонда справочного аппарата который помогает ориентироваться библиографическое описание ресурсов в том числе естественно что в электронной библиотеке должны содержаться и полнотекстовые документы удобный интерфейс пользователя со специальным программным обеспечением ну и если мы говорим о сайте высшей школы экономики и библиотеки то по вот этой ссылочке library высшей школы экономики.ru мы можем получить информацию о том какие доступ к каким электронным библиотекам имеется у высшей школы экономики соответственно я я полагаю что так же как и в других университетах этот доступ регулируется локальной сетью университета или вай фай доступом но опять таки с привязкой к высшей школе экономики либо читателям необходимо зарегистрироваться в библиотеках тоже с доступа из локальной сети получить логин пароль для дальнейшего использования этих ресурсов уже с других компьютерных мест значительный объем электронных баз данных представлен в высшей школе экономики и что мне очень нравится можно ранжировать по тематическим разделам выбрать либо журналы либо книги либо еще какого-либо какого-то рода литературу и мы получаем полный список тех баз данных доступ к которым предоставляется для преподавателей и студентов организации но действительно бывают ситуации когда нет возможности через локальную сеть например выйти к тому или иному ресурсу и следующие слайды будут представлять те базы данных те электронные библиотеки с научной информацией которые доступны в свободном доступе но к которым не часто обращаются пользователи просто возможно не зная их существование в том числе и на других языках не только на английском ну вот я чаще всего пользуюсь французскими базами данных одну вам потом предложу чуть ниже но хотела бы обратить внимание например на библиотеку электронных журналов которые значительные имеют подборки у них достаточно простой интерфейс все издания отсортированы по тематике и надо сказать что в формировании этих баз данных участвовали в свое время наши и российские библиотеки тоже то есть представлялись ресурсы издаваемые ну вот я точно знаю что гпнтб ран участвовал в этом проекте они представляли свои научные журналы делали подборку российских научных рецензированных журналов ну и вот обратившись в эту библиотеку можно посмотреть что она представляет собой на текущий момент следующий это архив научных журналов на икон организация на икон в свое время была единственной в россии которая представляла доступ к зарубежным электронным библиотекам вот еще до той поры пока эти функции не взяла на себя министерство науки высшего образования тогда университеты библиотеки в том числе тезональные региональные центральные федеральные библиотеки они платили достаточно солидные средства для того чтобы организовать доступ для своих читателей для обучающихся к различным зарубежным базам данных все это осталось сейчас в доступе у российской общественности научной и через сайт иконы всегда можно будет обратиться к этим самым ресурсам за одним исключением что там имеется хронологические хронологические ограничения то есть то на что подписывались россияне то эти базы данных они сейчас доступны абсолютно бесплатно свободно на сети интернет немецкая база данных белинпель она не столь известна но тем не менее посмотрите у них даже есть русскоязычные издания немецкий там доминирует ну и на английском языке тоже очень много интересных документов вы видите что пятьдесят шесть миллионов это очень очень достойная база и имеет значительное количество источников в полнотекстовом доступе у них имеется своя мобильная версия полные библиографические данные которые пополняются и вот она чем-то похожа на нашу library в плане доступа как раз к полным текстам и вы видите что здесь опять таки идет хорошее администрирование библиотеки и представляются качественные академические ресурсы для прочтения открытая платформа диссертации и метаданных диссертаций ну вот что касается метаданных их наверное не очень много в основном там полные тексты диссертации открыт доступ по всему миру вы видите что в миллионах рассчитывается объемы этих диссертаций за одним маленьким исключением некоторые совсем новые исследования они могут иметь эмбарго на просмотр полнотекстовой версии чаще всего это связано с тем что диссертация выкладывается еще до того как она будет защищена ну так же как в принципе сейчас у нас в России осуществляется эта процедура ну а после того когда уже всеми документами подтверждается защита открывается доступ к данному ресурсу директория книг open access также как и директория научных журналов сейчас вот после того когда закрылся закрылась возможность подачи журналами заявок web of science а у лирик web тоже не очень хорошо реагирует на наше отечественное издание то директория открытых книг и открытых журналов она стала некоторым выходом для российских научных журналов поэтому базы данных продолжают пополняться и доступ к ним он неограниченный мы видим что вот данный слайд я делала летом текущего года тогда уже насчитывалось более 13 тысяч научных изданий на совершенно разных языках вот что меня очень привлекло там вот не ограничивается англоязычным сегментом там есть испанский итальянский португальский группа азиатских языков то есть все 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 для исследователей мы видим 80 языков в том числе очень редких национальных языков при этом доступ абсолютно бесплатный но здесь также хотела бы обратить внимание на директории открытых журналов то что некоторые журналы имеют определенный период эмбарго для полных текстов своих статей эмбарго может доходить от трех месяцев до полугода связано могу лишь предположить возможно с тем что это либо издательские припринты либо журнал просто еще имеет печатную версию и в какой-то мере им хотелось бы распространять ее чтобы читатели приобретали и печатные выпуски вот керн-инфо база данных которая очень хорошо выручает франкоговорящую аудиторию исследователей архивы журналов в основном с 2000 года 23 года достаточно хороший объем информации гуманитарные общественные науки представляется значительным количеством метаданных карточка статьи включает и абстракт включает релевантную информацию система может сделать подборку похожих статей также об авторе здесь можно получить информацию какие публикации на керне они имеются еще очень удобные просмотры и при необходимости можно скачать pdf ну и дальше мы обретимся к library я очень схематично пройду по этим слайдам потому что предполагаю что также 99 процентов аудитории уже работают с ней не только как читатели но и имеют личные кабинеты исследователей но для тех кто пока зарегистрирован только как читатель вот на этих слайдах указано как можно авторизоваться как заполнить свою карточку вот первая часть карточки это карточка читателя следующая часть это регистрация себя уже как автора то есть это система science index и зарегистрировавшись там вы получаете свой личный кабинет в котором сможете прикреплять при необходимости все свои публикации контролировать те цитирования которые которые на вашей публикации осуществляются ряд функций представляется library для исследователей для авторов это также можно посмотреть на слайдах здесь обширные поисковые элементы ну вот небольшое такое лирическое отступление так как я читаю еще у наших студентов университета курс информационно-аналитическая деятельность я задала им вопрос скажите пожалуйста вот library очень такой подробный хороший добротный интерфейс пользования для того чтобы найти максимально релевантную информацию ну и в противоположности library студенты чаще часто очень пользуются киберленингой даже по опросам которые мы проводили в университете киберленинга все таки лидирует на вопрос почему мне был интересен ответ студенты отвечали так что во первых library действительно большой очень интерфейс поиска но не всегда в том в тех подборках которые дает library находится релевантная для них информация плюс киберленинга представляет полный доступ ко всем статьям которые находятся в library как мы видим этот полный доступ ограничивается определенными изданиями где-то студентам приходится обращаться уже на сайт журнала где могут быть выставлены полные тексты несмотря на то что в library они либо закрыты красненьким значком либо желтеньким они продаются поэтому все таки студенты пока в пользу киберленинга делают выбор он также поисковые элементы журналов к слову сказать преподаватели нашего университета которые также участвовали в вопросе они оценили навигатор library для поиска например журналов которые индексируются в web of science журналы из перечня высшей аттестационной комиссии для них вот такой вот интерфейс гораздо более удобный ну дальше на слайдах здесь содержится информация и скриншоты журналов как это все выглядит я думаю что это вполне знакомые вам элементы что очень удобно и не так давно library сделал это можно сгенерировать полное библиографическое описание необходимого вам источника скажу здесь уже от лица редакции научных журналов мы столкнулись с ситуацией что рейтинг научных журналов которые рассчитывается library он очень ну фактически напрямую очень сильно зависит от того насколько правильно журналы цитируют друг друга потому что если какие-то библиографические описания там содержат ошибки опечатки где-то например вот как у нас в Вестник Сафу не указана серия то тогда такое цитирование оно просто не индексируется в этой базе данных и что придумала и library она просто продает за 30 тысяч рублей для журнала Александр Владимирович возможно вас заинтересует эта штука продается доступ и редакция журнала может править вот эти вот ссылки ссылки сноски и таким образом журналы повышаются в рейтинге ну вот мы Вестник Сафу повысили более уже на 450 пунктов за три месяца поэтому очень важно чтобы авторы не только правильно цитировали те или иные источники но и для нас вот для редакторов для представителей редакции научных журналов чтобы они еще правильно указывали ссылку на этот источник library дает нам полноценную для этого возможность также мы сможем посмотреть альметрики тех или иных статей насколько они интересны читателям но чаще всего это уже для пишущих авторов будет важно насколько вот сколько раз просмотрели в какое количество подборок читатели внесли эту статью что касается журналов то их наукометрические данные также доступны вот такая вот диаграмма цветная то есть выбираете журнал открываете по диаграмме список всех наукометрических показателей издания и также можно все по автору посмотреть ну вот киберленинга который я уже упоминала она действительно очень полезная она хороша в поиске и подходит к примеру для студентов потому что это уже их понимание не отвлекается на сборники научных конференций на какие-то студенческие работы потому что киберленинга индексирует чаще всего уже научные рецензируемые журналы на основе договорных отношений вот единственный нюанс опять-таки для меня как представителя редакции научных журналов не очень уютные не очень удобные это при генерировании библиографического описания того или иного источника указывается самое последнее название журнала если он был назывался как-то иначе изменил свое название а значительная часть кстати научных журналов где-то годы с 2015 когда они хотели себя позиционировать на уже не только российской но и мировой арене многие изменили название например стали называться на английском языке либо совсем изменили категорически изменили название на русском языке продолжили называться вот это киберленинга не аффективы и потом находить где-то ту или иную статью тоже не представляется возможным кроме того обратите внимание что та пдф которая выгружается из киберленинга она может вообще не носить в колонтитулах название журнала поэтому я тоже встретилась с таким очень интересным любопытным эффектом что некоторые люди которые цитируют ту или иную статью из киберленинга они просто смотрят на эту информацию которая находится в колонтитуле и таким образом считают что называется журнал поэтому наш журнал вот вестник софу серия социально-гуманитарной ноги теперь у некоторых именуется еще и по названиям серии философия например языкознание история и так далее такие вот казусы тоже имеют место быть но тем не менее киберленинга также очень хорошо востребованный исследователь руку здесь уже позвольте о своих больших друзьях нашего университета рассказать это электронная библиотека я посмотрела вышка не подписана на нее но у них очень большой сегмент изданий которые находятся в открытом доступе и вот изначально руку и преподавателей ведущих вузов нашей страны ну и соответственно вся вот эта литература потом она потом эта база начала пополняться периодикой также художественной литературы которая предназначена для программного изучения и вот на текущий момент времени мы видим что там значительное количество единиц контента и при желании пользователь сможет не только ознакомиться например с методами того или иного журнала книги учебника но и приобрести единственный нюанс это урукон то сейчас на текущий момент два интерфейса вот это вот первый который урукон.ру и второй урукон.ру вот вот этот вот второй он предназначен для уже университетов ну вернее как для юридических организаций и частные лица с этой платформы уже не могут сделать заказ на электронную копию того или иного издания либо статьи поэтому адресую вас вот к этому адресу на просто полноценно функционирует в системе ну вот что для меня было интересно действительно мы с коллегами сотрудничали у нас даже был проект где-то в 2013 если не ошибаюсь году мы собирали электронную библиотеку федеральных университетов в общем то есть вот все контенты которые мы передавали в эту базу данных они сейчас активны у многих есть свободный доступ к ним напомню здесь не только научная информация но и много информации учебной теперь позвольте обратиться к электронным библиотечным системам так да я вижу что у меня время уже подходит к концу это последний сегмент на который я хочу обратить внимание вот сейчас я сделаю акцент на ЭБС которые которые доступны через сайт высшей школы экономики во-первых это электронная библиотечная система вот я здесь на слайдах постаралась отразить наиболее интересные аспекты той или иной электронной библиотеки LANE это не только электронная библиотека но и издательство оно сотрудничает со многими авторами по всей нашей стране частично за рубежом у них есть очень такое солидно сделанное мобильное приложение ну и также они не так давно реализовали сервис невизуального чтения для слабовидящих и незрячих читателей каталог философия вы сможете там найти в разделе социальные гуманитарные науки просто так вот философии что вот для меня стало интересно то что нейросеть при ну когда вы будете читать ту или иную книгу то вам предложат еще и различные видеоролики которые так или иначе с точки зрения вас могут заинтересовать ЭБС Айн Букс она вы видите здесь включает достаточно много интересных издательств меня в первую очередь от маргинем там привлекает но вы видите что институт общегуманитарных исследований и коллекция издательского дома высшей школы экономики причем полная коллекция если например тот же рупонт включает ряд только изданий которые были переданы по лицензионным договорам авторами вышки то Айн Букс включает целиком всю коллекцию это также стоит обратить внимание при необходимости вам какого-либо электронного источника для обучения в Айн Буксе вам необходимо тем кто научится и работает в вышке переходить через вкладочку федеративный вход она вас сразу будет идентифицировать и это ЭБС интегрируется с вузовской системой дистанционного образования то есть преподаватели могут давать студентам разные задания изучение литературы все это можно делать через различные сервисы данной системы издательство проспект здесь ну из самого интересного наверное то что очень удобный интерфейс пользователя как раз управление масштабированием перемещение по страницам можно разные закладочки кстати все эти системы могут генерировать библиографическое описание если вам оно будет необходимо потом для включения в разного рода отчетные документы у издательства проспект достаточно большой объем литературы на иностранных языках электронная библиотека знания она тоже одна из самых востребованных студентами преподавателей потому что здесь есть такие вот фишечки которые пока отсутствуют в других электронных библиотеках например это встроенный модуль интеллектуального анализа текста выглядит он вот таким вот образом иной раз у студентов вот я знаю что в основном университеты подписаны на систему антиплагиат кто-то пользуется еще и антиплагиат эксперт но те студенты которые не имеют доступа к данным системам например не находятся в локальной сети не имеют пароля доступа чтобы из дома этим работать пользуются чаще всего какими-то бесплатными сервисами все эти интернет которые естественно не дают полноценной картины и вот модуль аналитика текстов знаний может как раз выручить то есть она занимает некий промежуточный такой вот стадию между антиплагиатом и всем тем что распространяется в свободном доступе в сети интернет и здесь вы увидите что можно не только проверить текст на заимствование но и проверить сам текст на удобочитаемость система вам подскажет те или иные нюансы электронная библиотечная система U-Write также содержит значительный объем литературы и из наиболее наверное интересного это сейчас для студентов они реализовали такой вот сегмент как современный студент студент может завести там себе личный кабинет складывать книги проходить тестирование например оценивать свои знания перед сдачей экзамена по тем или иным дисциплинам преподаватель может сконструировать на платформе U-Write любой курс образовательный загрузить туда свои лекции естественно что это все лицензионно оформляется соответствующим образом ну и вот эти вот курсы их можно посмотреть к примеру студент может пройти один из образовательных курсов получить полноценный сертификат а преподаватели воспользоваться возможностью разместить там что-то еще из своих собственных интересных мероприятий электронно-библиотечная система books.ru она принадлежит издательству кнорус ну и вы видите на слайде что включает учебники монографии и научные журналы вот завершая мой рассказ про профессиональный поиск информации наверное стоит еще упомянуть про вещи которые иногда выпадают из памяти например где меня часто спрашивают преподаватели где найти полноценный полный вообще перечень журналов высшей аттестационной комиссии с разбивкой на те группы специальностей по которым журнал принимает к публикации различные статьи так прошу прощения этот слайдик так здесь перед вами как раз интерфейс сайта высшей аттестационной комиссии на предыдущем слайде была гиперссылочка найти этот перечень на сайте ВАК не очень просто на самом деле обратите внимание что если вы переходите по той или иной ссылочке она еще раскрывается поэтому вот эту гармошку тоже имейте в виду и когда вы уже смотрите самый последний перечень высшей аттестационной комиссии открывается вот такой вот пд документ где указана и старая и новая номенклатура потому что мы сейчас все еще находимся в таком переходном этапе то есть за какой-то период времени журналы принимали по тем или иным специальностям статьи потом перерегистрация не была например пройдена и журнал может принимать но статья уже не будет ваковская особенно те кто пишет статьи публикует в разных журналах этим могут воспользоваться здесь все очень четко ясно единственный нюанс что кроме поиска по пдф документу никакой другой поиск здесь невозможно категорирование перечня высшей аттестационной комиссии на текущий момент ВАГ уже закончил новую версию категорирования перечня ВАГ там всего три категории первая вторая категории для публикации докторов наук кандидатов наук членов диссертационных советов весь остальной перечень ВАГ в том числе третья категория для молодых ученых для аспирантов ну для того чтобы понять к какой категории относится журнал также этот материал имеется на сайте высшей аттестационной комиссии белый список научных журналов также по моему опыту не все сразу находят он располагается по такому адресу сейчас разбивается платформа где этот список опубликован можно посмотреть разные метрики где тот или иной журнал проиндексирован вот такая вот интересная визуализация данных по авторам и по статьям можно глянуть диаграмму так и также в этой презентации содержится методичка актуализация авторского профиля не буду я занимать ваше время потому что хотелось бы еще ответить на ваши вопросы в целом я благодарю вас за внимание если позволите тогда я сейчас прекращаю демонстрацию и я в вашем распоряжении Лариса Александровна спасибо большое за столь содержательный доклад давайте перейдем к вопросам Михаил Бреслер прошу вас простите отчество не знаю ничего страшного я еще молодой человек Григорьевич Михаил Григорьевич очень большое спасибо тут присутствует мой аспирант я думаю что он просто впитал в себя всю мудрость которую вы сегодня сказали а другая аспирант заболела но я думаю она посмотрит презентацию и тоже не будет поросить голову у меня вопрос почему-то вы охватили очень многие базы данных но не упомянули о гугл академии как вы относитесь к гугл академии спасибо у меня был тот же вопрос простите Михаил Григорьевич спасибо большое вы знаете вот гугл академия почему-то выпадает периодически из внимания студентов вот вы сейчас задали вопрос я думаю а почему я тоже забыла про нее хотя там есть заполненный профиль я могу сказать только огромное спасибо в следующий раз и когда я сейчас буду в зимние каникулы работать над своим вторым переизданием учебника обязательно к этому вопросу обращусь я если можно в пандант к вопросу Михаилу Григорьевичу назову еще два ресурса то есть мы понимаем что это гонка бесконечная но мне кажется эти два ресурса важны в современном мире академия edu и researchgate net и там и там огромное количество текстов в открытом доступе но правда в основном конечно иноязычных но это вот то самое окно в мировую науку которая нам доступна и которая никто не закрывает мне кажется что их стоит учитывать и то и другое тем более что researchgate.net напрямую завязана на метрики скопуса да так коллеги извините я в лес сам с вопросом вопросы пожалуйста так все переваривают информацию я чувствую ее действительно было много я благодарю за то что вы выдержали это вот все то о чем я рассказала действительно вот последнее время я как-то очень покорена была керном потому что отработала там несколько своих аналитических статей и самое любопытное что вот как раз и академия я ведь иду и google и researchgate они не включали этих изданий вот для меня это было удивительно может быть поэтому как раз я как-то вот чисто психологически слегка о них забыла угу угу так хорошо коллеги вопросы замечания у меня вот здесь вопрос один он я не знаю вот на самом деле Лариса Александровна то ли к вам то ли соответственно к Михаилу Григорьевичу да вот он пишет в чате e-library не место для поиска материалов но лишь для оценки отечественных журналов библиографической ссылки система поиска крайне неудобна для аспирантов и у меня двойной вопрос то есть во-первых почему она крайне неудобна ну чем в данном случае да вызвано это замечание а во-вторых почему именно для аспирантов я ни в коеме я не защищаю e-library да я просто пытаюсь для себя прояснить ваш комментарий если можно я могу предположить это вот чисто мое субъективное мнение плюс оценка моими студентами то что были магистранты и аспиранты и бакалавры во-первых e-library не всегда успевает за изменением перечня высшей тестационной комиссии то есть там журнал может фигурировать в вак или не фигурировать то есть соответственно идет разница по перечню вак надо обязательно подпроверяться что касается поиска то студенты мои обращали внимание на то что даже если там словосочетание полноценное вести со всеми элементами с указанием года издания то вываливается значительное количество информации которая которым тоже нужно распираться если это запрос будет широким в киберленинге как-то побыстрее осуществляется а ну вот именно поэтому ну по крайней мере мои студенты предпочитают все таки с киберленингой работать то есть не отвлекается внимание на какие-то вот ну при всем моем уважении я сама руководитель научной конференции которые у нас ежегодно проходят в университете по философии социологии у нас шесть сборников уже вышло вот в следующем году седьмой там все публикации в лайберере индексируются ну да я понимаю что аспирант когда получает например выборку в том числе и студенческие статьи ну они несколько отвлекают его внимание может быть поэтому может быть еще Михаил Григорьевич сможет сформулировать свой ответ свое видение данного вопроса по крайней мере вот да спасибо спасибо так коллеги если есть еще вопросы нет все определенно да Тихон прошу а да здравствуйте большое спасибо за доклад у меня вопрос скорее такого технического характера и не со стороны человека который ищет информацию скорее со стороны как бы журнала потому что я вхожу в редакцию нашего ну журнала молодых ученых метаморфосис и мы как раз сейчас ну озабочены скажем так вхождением ну тем как мы представлены в e-library то есть мы достаточно давно там представлены и у нас произошли некоторые реформы то есть в некоторых новых выпусках мы поменяли макет журнала и поменяли информацию которую мы размещаем на титульниках статей ну то есть разную техническую информацию и дело в том что процедуру на выпуске который уже вышел да то есть поменять его дизайн задним числом и который уже загружен в e-library вот правильно ли я понимаю что уже загруженный в e-library материал менять либо нельзя либо это платная услуга то есть если например какой-то выпуск журнала загружен вместе со статьями и там есть некоторая нумерация страниц которая поменялась вот то есть для нас желательно конечно поменять но правильно я понимаю что это нежелательно с точки зрения e-library вот спасибо да александр владимирович позвольте я отвечу потому что я напрямую это уже завязано с моими коллегами тихон смотрите значит у нас есть два варианта первый вариант да он платный это система science space 30 тысяч рублей на год на календарный год то есть 365 дней вы можете делать со своим журналом все что угодно менять ну соответственно конечно там все будет подтверждаться если вы подзагружаете перезагружаете пдвочку это все будет проверяться и так далее есть бесплатный вариант и можно просто написать в e-library по электронной почте там есть как раз в левом нижнем углу список электронной почты для издателей по моему support собачка library.ru вот можно написать туда но как пишут коллеги вот у нас в telegram есть группа library ждут там 3-4 месяца порой но library также можно бесплатно это все поменять главное чтобы у них руки до этого подошли ну вот на сегодняшний момент могу сказать что library испытывает достаточно серьезные проблемы они пытались перейти на новую систему и в итоге многие журналы вообще потеряли цитирование то есть открываются карточки статьи вся библиография никуда исчезает вот они сейчас пытаются это восстановить вот вам просто для информации что на текущий момент там пока не совсем вся информация имеет место быть и я обратила внимание что например журнал история государства и права за два года вообще потеряла все списки литературы как они будут это восстанавливать я не знаю но тем не менее library вообще очень интересная конечно история учитывая что это явление частного порядка то есть она не аффилирована ни с каким нашим министерством министерство науки и высшего образования вообще ходит сейчас идея создания международного индекса научного цитирования которое будет исключительно государственная платформа и вот сейчас все журналы которые входят в перечень высшей тестационной комиссии уже на этой платформе должны были зарегистрироваться это вы про платформу РЕП РНЖ да это РНЖ поэтому нас скоро ждут еще новые какие-то интересные системы будем разбираться с ними как искать там матери спасибо спасибо Лариса Александровна коллеги еще вопросы еще вопросы раз еще вопросы два еще вопросы три проданы Лариса Александровна еще раз огромное спасибо за то что нашли время у нас вот здесь нам все это рассказывали правда запись соответственно подготовлю и выложу чтобы это все было в доступе вот спасибо вам большое коллеги спасибо большое что пришли значит двадцать восьмого сегодня пятого числа мы пропустим у нас не будет семинара а анонс на двенадцатый где будет выступать один из самых пожалуй опытных редакторов которых я знаю и переводчик Евгений Губницкий я выложу несколько позднее вот будем вас ждать там спасибо вам большое дамы и господа Лариса Александровна отдельное спасибо вам и всем до свидания спасибо большое до свидания Александр Владимирович как у до свидания